Сначала суток российские оккупанты шесть раз обстреливали позиции объединенных сил на Донбассе. При этом использовали запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. По данным Министерства обороны Украины, ни один украинский военнослужащий в результате обстрелов не пострадал. Наши военные вели ответный огонь четыре раза. Потерь среди личного состава объединенных сил нет. За минувшие сутки шестеро военнослужащих были ранены. 38 раз террористы открывали огонь по укреплениям украинских защитников. Тяжелое вооружение активно применяли на Луганском направлении. По данным Минобороны, террористы выпустили 60 мин. Кроме этого, использовали БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На Донецком рубеже самой напряженной была ситуация вблизи Водянова, Красногоровки, Маринки, Гнутова и Павлополя. Чрезвычайная ситуация объявлена в Авдеевке в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Запасов воды в городе хватит еще на трое суток. Спасатели организовывают подвоз питьевой воды для жителей Авдеевки и близлежащих населенных пунктов. Накануне из-за очередных обстрелов со стороны российских подразделений работники ГОСЧС Украины вывезли с предприятия 4 тонны хлора и эвакуировали работников. ДФС обесточена с 6 июня из-за постоянных атак оккупантов. Донецкая фильтровальная станция расположена в 12 километрах от оккупированного Донецка на нейтральной территории. Она обеспечивает водой почти 400 тысяч абонентов по обе стороны от линии разграничения. Вместе сильнее. Украина, Молдова и Грузия создадут межпарламентскую ассамблею. Соответствующие заявления главы парламентов стран подписали сегодня в Киеве, где проходит вторая межпарламентская конференция. Совместное сотрудничество предполагает проведение реформ в рамках взаимодействия с ЕС и НАТО, а также противостояние агрессии России. Многие из нас вспоминают 2008 год, когда началась агрессия против Грузии. Тогда украинский парламент и украинский президент с полной солидарностью поехали поддержать наших побратимов в Грузии. Но, к сожалению, тогда мир не дал адекватной оценки, которую был должен дать после начала агрессии в Грузии. Я убежден, если бы тогда была твердая оценка, мы бы не имели продолжения и агрессии по отношению к Украине. После 26 лет в Молдове до сих пор оккупированная территория. Это факт, это реальность. Точно с такой же реальностью столкнулись в Украине и Грузии. В Европейском Союзе все страны, вне зависимости от различий, должны работать вместе для поддержания мира и стабильности. Наши три страны имеют много общего в исторической плоскости, но также сегодня имеют общую борьбу против общего агрессора. И мы сегодня заявляем о серьезных намерениях углублять сотрудничество, продолжать сотрудничество по многим направлениям. Полоса препятствий – эстафета. Такой была программа финального дня соревнований во время учений «Сильная Европа-2018», которые завершились в немецком Графенвере. Согласно последнему заданию, участники команд на скорость переносили танковые принадлежности. Затем нужно было поразить 20 мишеней. Для этого танковый взвод имел 30 снарядов. Завершились соревнования дружественной стрельбой. На рубеж выехало по танку от каждой из восьми национальных команд и сделали общий выстрел. В итоге победу праздновали танкисты сухопутных войск Германии, выступавшие на «Леопардах». Второе место досталось взводу со Швеции, третье – Австрии. Отдельный кубок за снайперскую стрельбу получили танкисты США, выступавшие на «Абрамсах». Украинский танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады на модернизированных Т-84 занял восьмое место. На дебютных прошлогодних соревнованиях Украина на Т-64 была четвертой среди пяти команд. Систему защиты от пропаганды и манипуляций разработают страны Большой Семерки. Об этом договорились после первого дня саммита G7 в канадском Лямальбе. Так называемый механизм быстрого реагирования сможет обнаруживать и анализировать информационные атаки и манипуляции с выборами. Собранными данными страны-семерки будут обмениваться. После атаки последует скоординированная реакция в виде ответной кампании или санкций. Также на саммите G7 обсудили возвращение к формату Большой Восьмерки. Лидеры отклонили предложение американского президента Дональда Трампа вернуть в него Россию. Заявили, страна должна сначала остановить свою агрессию на территории Украины. Кроме этого, президент Евросовета Дональд Туск напомнил об объявившем голодовку украинском узнике Кремля Олеге Сенцове. И призвал лидеров объединиться ради спасения его и других политзаключенных, удерживаемых Россией. Подробности смотрите далее. Возвращение России к формату G8 невозможно, пока конфликт в Украине не будет решен. Об этом на пресс-конференции после саммита стран Большой Семерки в канадском Лям-Аль-Бе сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Таким образом, выразила общую позицию европейских лидеров по этому вопросу. «Мы согласны с тем, что возвращение России в формат Большой Восьмерки невозможно до тех пор, пока не будет достигнуть существенный прогресс в украинском конфликте». Того же мнения придерживается и Канада. Глава канадского МИДа Христя Фриланд убеждена, поведение России подрывает безопасность демократических государств. И напомнила, что Россию исключили из Большой Восьмерки в 2014 году за аннексию Крыма. После этого в Кремле ничего не сделали, чтобы исправиться. Россия показала, что она не заинтересована вести себя в соответствии с правилами западных демократий. И она дала это понять путем вторжения в Украину и аннексирования Крыма, продолжающейся поддержкой войны на востоке Украины и атакой на наши демократии. Поэтому позиция Канады абсолютно однозначна. Нет совершенно никаких оснований для того, чтобы Россия с ее нынешним поведением вернулась в состав Большой Семерки. Идею возобновить формат G8 раскритиковали и американские сенаторы от республиканцев. Так на своем сайте Джон Маккейн сообщил, Владимир Путин по собственной воле сделал Россию недостойной членства в Большой Восьмерке, когда вторгся в Украину. Каждый день возглавляемые Россией сепаратисты убивают украинцев на Донбассе. Ежедневно силы Путина помогают Ассаду убивать сирийцев. Ежедневно с помощью убийств, кибератаки, вражеского влияния Россия совершает нападения на демократические институты во всем мире. По свою очередь президент Евросовета Дональд Туск напомнил об украинских политзаключенных, удерживаемых в России. Он призвал лидеров G7 объединиться ради спасения жизни украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 14 мая. Я хочу сделать важное заявление по делу Олега Сенцова, украинского режиссера, который принимал участие в Евромайдане в Киеве и выступил против аннексии Крыма Россией. Он сейчас отбывает 20-летний срок в лагере строгого режима в Сибири после политического процесса, организованного Россией. Его обменили в терроризме. Свою голодовку планируют продолжать до тех пор, пока его требования, а это освобождение 64-х украинских политзаключенных, не будет выполнено. Поэтому я прошу лидеров оказать поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти ему жизнь. С призывами защитить украинского режиссера обратилась к участникам саммита и местная украинская община. Ее активисты пришли к месту собрания в тюремных робах и с плакатами «Спасите Олега Сенцова». Резолюцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова рассмотрит Европарламент. Голосования и дебаты пройдут 14 июня. Документ коснется России в сфере ограничения основополагающих свобод, прав человека и демократии в целом. Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу в России группа «Зеленых» в Европейском парламенте начала кампанию обращения к ФИФА. Об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс. По ее словам, ФИФА должны выступить с призывом за освобождение политзаключенных в России. Вчера мы с нашей группой «Зеленых» в Европарламенте начали интернет-компанию, чтобы собрать подписи к петиции против ФИФА и того, как они решили, кто будет принимать чемпионат мира по футболу. ФИФА показали неуважение по отношению к защите прав человека, выбрав Россию и Катар. Вместе с другими правозащитными организациями мы презентовали список политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах России. В нем 158 имен. Мы опубликовали этот список, чтобы показать, как на самом деле обстоит ситуация с защитой прав человека в России. И мы надеемся, что любители футбола, которые все-таки поедут на чемпионат, узнают об этом. Слух под таким названием «На Майдане на залежности» прошла акция в поддержку Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку для освобождения украинских политических заключенных. Его друзья и коллеги, кинорежиссеры, актеры, музыканты, телеведущие собрались на одной сцене, чтобы прочитать отрывки из произведений Сенцова. Первый сборник его автобиографических рассказов увидел мир в 2015-м. Следом за ней вышел роман «Купите книгу, она смешная». Таким образом, участники акции хотели больше рассказать о жизни и личности режиссера, а также в очередной раз привлечь внимание к проблеме узников Кремля и их скорейшего освобождения. «Родился в понедельник, 13-го числа. Наверное, оттого и жизнь проходит весело. Детство было, как детство. Светлая пора. Вырос в деревне, в полуинтеллигентной семье. Мать – воспитатель, отец – шофер. Жили небогато, но плохого вспомнить нечего. В школе учился хорошо. В классе был первым». Олег начал писать еще до того, как снимать кино. Вот. И это рассказы все автобиографические. В книге 8 рассказов. Все они касаются его детства, его школы, его каких-то взглядов на жизнь. Можно через эти рассказы понять, как формировалась личность Олега. Актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры создавал DimaTorzok